Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И нашего сегодняшнего гостя зовут Ален. Он является жителем Латвии с подтвержденным коронавирусом. Мы благодарим вас за то, что вы согласились на это интервью. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить, задавать вопросы. Код «Латвии» плюс 371 для тех, кто слушает нас за рубежом. Звоните, пишите. Пишите в WhatsApp 230-619. Как вы чувствуете себя сегодня? Достаточно хорошо. Я, в принципе, чувствую себя даже здоровым. Единственное, что у меня кашель еще сохранился. Сколько вы уже с этим диагнозом? Сколько недель? Три недели. Ровно три недели назад я сдал первый тест. Как у вас появилось желание сдать тест? Почему вы это сделали? То есть были какие-то предпосылки? Да, у меня появились симптомы. Я еще приехал из-за границы и был на самоизоляции, как подписано. И вот буквально на второй день я почувствовал, что у меня температура повышается, а зноб в горле першило. Я позвонил на телефон 8303 и мне записали на тест. Расскажите о том, как вы заболели. Вот вы пытались как-то это анализировать позже? То есть это произошло по возвращению из-за границы в Латвию? Вы выяснили? Ну, то есть я думаю, это, скорее всего, было где-то за границей, когда я возвращался домой. Потому что я возвращался через большое количество стран. Там, в том числе через Барселону. На моем пути, я думаю, что Барселона – это была такая, так сказать, самая грязная точка, где больше всего, наверное, было случаев. И, возможно, там, возможно, где-то еще, может, в Германии, может быть, в Южной Америке. Не знаю. Ну, как только появились первые симптомы, было ли у вас предположение, что это может быть новая коронавирусная инфекция? Или не думали об этом? Да, такое предположение было, потому что температура очень редко поднялась. То есть я понимал, что это не простудное, а это, скорее всего, вирус. И, возможно, это коронавирус. Каким было ваше состояние? Потому что по-разному зараженные описывают то, как коронавирус начинает развиваться в организме. Кто-то сравнивает это со стеклом в легких. Вот с чем бы вы могли сравнить, может быть, и каким оно было? Нет. С теплом в легких я ничего не чувствовал такого. У меня был, ну, наверное, может быть, похоже на грипп, потому что очень резко поднялась температура под 39. и першение в горле, ну, и небольшой кашель, да. Вот это основные симптомы. То есть с проблем с дыханием в легких я какой-то тяжести не чувствовал. А психологически насколько тяжело было принять, когда вы получили подтверждение, что у вас COVID-19, учитывая то, что сейчас происходит в мире, сколько об этом говорят, и что вы почувствовали именно с психологической точки зрения? Ну, так как я уже два дня ждал этого анализа, и, в принципе, я уже был готов на это, да. И я понимал, что эти два дня у меня на заболевание притекает не в тяжелой форме, ну, за исключением, конечно, температуры. Хотя оно, конечно, может развиваться. Но не сказать, что у меня сильно шокировал анализ. То есть такой паники, какого-то страха не было? Потому что недавно один из переболевших врачей, кстати, описал ситуацию, что вместе с COVID-19 приходит такое подавленное психологическое состояние. У вас ничего подобного не было? Я слышал, да, про этот пост, но нет, у меня такого не было. Как вы оцениваете действия латвийских ответственных служб на уровне тестирования? Следили ли за вами, как-то наблюдали? Как вообще осуществлялась коммуникация с врачами, с медиками, со специалистами? Тестирование довольно-таки быстро. Тестирование проходило оперативно. Сообщили результат мне через два дня. Я думаю, это нормально. Дальше у меня было связаться с семейным врачом, кто мне уже назначит лечение. Соблюдение карантина, да, видели. Вот это на прошлой неделе только. Мне звонила полиция, сказали, подойдите к окну. Я подошел к окну, говорю, я вас не вижу. И они меня не видели. Оказывается, они меня просто искали по месту моего обычного проживания в Юрбле, а я карантин, самоизоляцию прохожу в Лиге. Но они в итоге нашли вас? Да, вам удалось разобраться? Нет, в тот раз они меня не нашли, но на следующий день они мне еще звонили, уточнили адрес, где я самоизоляюсь. И больше не приезжали? Нет, больше не приезжали. Ну, повторный тест на коронавирус вы сдавали недавно, насколько нам известно, и снова все-таки подтвердили у вас его в крови, буквально недавно. Да, на прошлой неделе у меня было два повторных теста, и они оба были положительными. А тесты вы сдавали, то есть к вам приходили специалисты или вы сами выезжали? Приезжали на дом. Как с вами взаимодействуют врачи сегодня, вот как это происходит на практике? В течение дня, возможно, вы связываетесь с лечащим врачом, или как это происходит? Ну, каждый день я не связываюсь, но периодически связываюсь с семейным врачом. Ну, в принципе, пока что я консультировался только по поводу кашля, потому что никаких осложнений у у меня не появилось, и, в принципе, других симптомов, даже все симптомы, кроме кашля, ушли. Поэтому единственное, насчет оставшегося кашля я консультировался. То есть никакого специфического проявления этой болезни не было у вас? Там некоторые рассказывают о конъюнктивите, возможно, и разные там приводят какие-то свои уникальные особенности, особенности, специфики этого заболевания. Нет, к счастью, у меня ничего такого не проявлялось. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии. Вы можете также задать вопрос нашему гостю. У него COVID-19, он согласился выйти в прямой эфир, отвечать на наш и на ваш вопрос. Так что звоните и задавайте свои вопросы, также пишите в WhatsApp 230-6191. Вот Борис спрашивает у вас в Фейсбуке, изменилось ли отношение родных и друзей к вам после того, как узнали, что вы заболели. И Борис желает вам скорейшего выздоровления. Что-то поменялось? Спасибо, Борис. Да нет, все с интересом звонят, узнают, как мое самочувствие, когда домой приеду. Не сказал бы, конечно. Видите, я тоже ни с кем не встречался, конечно же. Я даже семью не видел с момента моего приезда в Латвию. То есть я не виделся с семьей, сразу поехал в самоизоляцию. Поэтому встречаться ни с кем не доводилось. Но так по телефону, конечно же, никакого я не чувствую изменений. Вы чувствуете какой-то, ну, понятно, что вы не выходите на улицу, но нет ощущения такого враждебного настроя к тем людям, которые заболели COVID-19. Потому что мы на радио, принимая звонки, иногда слышим такие шокирующие вещи, что кто-то из слушателей говорит, что нужно заварить тех людей, которые на карантине просто в квартирах. Он сварщик и предлагал свои услуги. Кто-то считает, что нужно вывозить на 101-й километр. Вот эта дикость, которая тоже сейчас есть, этот страх, может быть. Вот что-то подобное как-то приходится вам ощущать? Со стороны близких, друзей я, конечно же, такого не чувствую. Ну вот только, может быть, в комментариях на радио или еще где-то в интернете. Но это, как вы сказали, дикость. Ну, что касается ваших контактов с близкими сегодня, вы общаетесь исключительно там в каком-то аудио-видео формате? Да, на аудио-видео формат. И даже вот жена мне привозит продукты периодически. Она их оставляет около двери и убегает. Ну, вы глазок хотя бы видели ее? Я ее в окно видел, конечно. Через окно мы немножко пообщались. Ну, а сколько времени вам по прогнозам врачей еще нужно будет находиться в самоизоляции? Есть ли какие-то прогнозы, что говорят? Нет, на этой неделе будет повторный тест. Если он будет негативным, то еще один тест мне надо будет сдать. Если второй будет тоже негативным, два подряд негативных, тогда я свободно могу идти домой. То есть получается, что как минимум месяц вам, вероятно, придется провести в общей сложности? Да, как минимум месяц будет. Ну, сегодня психологически трудно переживать? Насколько может быть мучительно вот эта вот изоляция, не выходя из дома? Нет, наверное, не сказал бы, что это что-то очень сложное. Конечно, какие-то неудобства есть. Очень хотелось бы выйти на улицу погулять и подышать свежим воздухом, особенно на прошлой неделе, когда были теплые дни, когда солнце светело за окном. Но все это преодолимо. Но вы можете выходить на балкон или это тоже вам запрещено? Нет, у меня здесь балкона нет. Ну, около окна, конечно, я могу подышать свежим воздухом. Ну, не хватает прогулок. Ну вот, когда вы нам писали нам в WhatsApp во время вечернего интерактива, вы как раз говорили о том, что недооценивать COVID-19 не стоит. Вот на ваш взгляд, насколько серьезно сейчас общество относится к этому заболеванию? И действительно ли у нас существует эта проблема недооценки? Как вы это видите? Я думаю, конечно, есть. Есть, наверное, может быть, два лагеря, кто недооценивает, и скептики. Есть, кто сознательные люди, которые соблюдают дистанцию и меры предосторожности. То есть есть и такие, и такие люди. В Facebook вступаете в дискуссии с кем-то на эту тему? Нет. Вы стараетесь избегать этих обсуждений? Стараюсь избегать. Ну, тоже, честно говоря, на Facebook времени не хватает. А чем занимаетесь, кстати, в самоизоляции? Знаете, время сбежит очень быстро. Вот три недели прилетели каждый день. Ну, все равно какие-то есть такие домашние дела. Зарядка с утра, дыхательная гимнастика. То, что мне доктор посоветовал приготовить. Завтрак, обед, ужин, поесть, поработать за компьютером. Общение по телефону, по WhatsApp с близкими, друзьями. Ну, вот день прилетает. Ну, вот, читая истории некоторых зараженных COVID-19, они рассказывают о том, что испытывали определенного рода, может быть, чувство вины за то, что заразились. Хотя не виноваты в этом, наверное, если соблюдали особенно все меры безопасности. Вы рассказывали нам, опять же, в сообщении в WhatsApp, что действительно не пренебрегали мерами безопасности. Тем не менее, это случилось. Вот не было ли у вас подобного чувства? Чувства вины? Да. Наверное, нет. Видите, так как я в первый же день… У меня самоизолировался, сразу, как я приехал в Атвию, старался, ну, и ни с кем не контактировал. И на тот момент у меня даже не было симптомов заболевания, и я был уверен, что я здоров. Просто вот мне надо две недели отсидеть отдельно от всех. Поэтому я надеюсь и по дороге домой, пока я направлялся домой, я надеюсь, что я тоже никого не заразил. Поэтому, наверное, не возникало у меня такое чувство вины. А легко ли было найти место для самоизоляции? Потому что, ну, как мы поняли, вы все-таки смогли уехать от семьи, и таким образом живете один. Но это не каждому, наверное, из заболевших удается сделать. Вот легко вам было? Быстро ли вы сориентировались в этой ситуации? Да. У меня так случилось, что квартира в Риге, которую я сдавал в аренду, она сдавалась в крыткосрочную аренду. И там жили в основном туристы. Но прежде, так как границы закрылись, туристов нет, поэтому арендаторов нет. И квартира у меня была свободная, я решил поехать туда. Как сегодня проходит ваше лечение? Мы понимаем, что какого-то специфического лечения от COVID-19 нет. Так говорила и министр здравоохранения Илза Винкеля. Вот как проходит ваш, как лечитесь вы? По рекомендации эпидемиологов и семейного врача, много жидкости. Постоянно пью чаи. Витамин С. Такое, симптомы снимать. Больше ничего у меня нет, никакого лечения. То есть жаропонижающие принимали, когда температура выросла? Нет, не принимал, потому что рекомендовалось не сбивать температуру, так как температура убивает вирус, то есть организм борется. Мне доктор сказал, если, конечно, становится тяжело самому, тогда сбивать. Но это несложно, поэтому не сбивал. До какой отметки у вас, кстати, температура дошла максимальной? Мне кажется, 38,8 была. А, то есть еще до 39. Да. Вы с всеми лечащими врачами обсуждали причину, почему вы заболели? Это иммунодефицит или что это было? Почему вы заразились COVID-19? Нет, не обсуждал. Я думаю, сейчас у врачей без тех разговоров хватает очень много работы. Сам, конечно, я пытался анализировать. Я в поездке был еще с двумя друзьями. У них, кстати, был негативный анализ. Поэтому я задавался таким вопросом, почему же я на себя принял этот удар. Я думаю, было много перелетов, возможно, где-то в самолете. Много аэропортов. Может быть, где-то рядом был какой-то заразившийся человек, инфицированный. Ну, трудно сказать. Ну, не пытались как-то смоделировать все-таки, от кого это могло произойти. То есть это действительно довольно трудно, учитывая то количество людей, которых вы встречали на своем пути во время пересылок и так далее. Конечно, я прокручивал все в голове. Но вот не было такого явно выраженного, что какой-то человек рядом со мной кашлял. Или где-то там я что-то грязными руками взялся за что-то. То есть ничего такого не было. Поэтому я говорю, что, на мой взгляд, случайно заразиться вирусом очень легко. И надо осознавать то, что вы можете думать, что меня это не коснется, но это может коснуться любого человека. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Звоните, также пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Можно оставлять свои комментарии, мы их озвучим в эфире. Вы, кстати, сериалы не смотрите, потому что многие как раз сейчас обсуждают фильм «Заражение» Содербергом, в котором была предсказана эта история с пандемией. Там другой вирус, но практически все то же самое. К счастью, этот вирус не так смертелен, хотя тоже очень трагично развивает события в некоторых странах. Но тем не менее. Интересно изучить эту тему с такой культурологической точки зрения? Да, фильм «Заражение» я смотрел. Конечно, показано все очень реалистично. И Гонконг очень реалистично показан все эти рынки, где продают животных. И в аэропорту вот весь этот ажиотаж, да, тоже напоминало ситуацию, которую я застал. Да, очень-очень так правдоподобно. Вы когда приехали, там люди с тестами, все это было уже, да? То есть стояли защитно, когда в аэропорт прилетели? Проверяли вас? Нет. Такую ситуацию, наверное, я застал в Бунос-Айресе. Я помню, было так, что на прилете у всех измеряли температуру, были большие очереди. Но это даже было еще до того, как началась такая массовая паника, до того, как еще Латвия объявила чрезвычайную ситуацию. Потом уже, когда начали закрываться границы, и я должен был возвращаться из Чили в Аргентину, а границу закрыли в Чили и Аргентине, лето мои отменили. И вот ситуация тогда в аэропорту была, напоминала действительно сценарий как подфильмом, потому что офисы всех авиакомпаний были забиты людьми, там длиннющие очереди были. Люди пытались как-то вернуться домой, поменять свой билет, либо купить новые билеты. И это было, ну кто-то ночует в аэропорту. Вот там ситуация, напомнила, такое, когда прилетел в Барселону, то уже была обратная ситуация, потому что в аэропорту Барселоны практически не было людей. То есть он был совершенно пустой. Тоже удивительно было это наблюдать. Прилетев, какие-то меры предосторожности были в Германии, они пропустили нас только потому, что у нас был билет дальше в Эстонию. И в Эстонии нам надо было заполнить анкеты. Я не помню, проверяли у нас температуру. Да, мне кажется, проверяли температуру, замеряли. Что меня удивило, что в Латвию я попал уже, то есть границы были закрыты, автобусное сообщение было тоже прервано. с Латвией. Единственный вариант был, это пешком пересечь границу. Поэтому я на поезде поехал из Сталина в Валгу, там пешком пересек границу. С эстонской стороны было четыре пограничника, ну или какие-то службы, четыре человека, которые проверяли паспорта. И так как у нас были латышские паспорта, поэтому нас пропустили. На латвийской стороне не было ни одного человека. Я не считаю, что, скажем, латвийские пограничники должны были бы дублировать работу эстонских, еще раз проверять паспорта. Но единственное, что можно было хотя бы одного человека поставить, который фиксировал бы приехавших жителей, для того, чтобы потом легче было следить и мониторить тех, кто должны находиться на карантине и тех, кто должны сдать тесты. То есть вы были разочарованы в каком-то смысле, не увидев пограничников на латвийской границе? Да, в этом плане были разочарованы. И как вы далее добирались уже непосредственно до Риги? Это автостопом получается практически? Нет, там я сел на рейсовый автобус, так как и друзья, и родные. То есть никто не хотел ехать за мной, я их понимаю, потому что все на тот момент, я думаю, и сейчас тоже боятся инфицироваться. Но так как я на тот момент, у меня не было никаких симптомов, и я был уверен, что я абсолютно здоров, я сел на рейсовый автобус и поехал из Валхи в Фигу. То есть друзья тогда, вы с ними связывались, но они не захотели приехать, именно потому что уже начинался такой страх возник? Да, да, да. И жена тоже, я даже не просил об этом, потому что я понимал, что она каждый день контактирует с мамой, которой 70 лет, поэтому я не хотел подвергать никому опасности. То есть вы не обиделись на друзей, на близких, которые отказались? Нет, нет. Вы как философски восприняли эту историю? Конечно. Но вас поддерживают сейчас? Вы сказали, что жена приезжает к вам. Поддерживают друзья как-то? Регулярно звонят, может быть, тоже привозят какие-то продукты? Или контакты ограничены даже так? Да. Друзья, если что-то требуется, я могу попросить, и друзья мне привозят. Они регулярно звонят, тоже интересуются, пишут. Поэтому я чувствую поддержку, да. Есть те, от кого вы скрываете, что у вас эта инфекция? Нет, нет. Я не вижу причин скрывать. Потому что пока я в самоизоляции, я не предоставляю никакой угрозы никому. Но тогда, когда я выйду уже из самоизоляции, это будет просто после двух негативных тестов. Поэтому я тогда уже буду абсолютно здоров. И даже, я так надеюсь, что у меня будет иммунитет. И со мной будет общаться даже безопаснее. То есть я не буду являться непереносчиком. Наверное, я так надеюсь. 6.7212.93.9 и 6.7213.93.9. Телефона прямого эфира в нашей студии. Звоните нам. Да, и можно писать нам также в WhatsApp, задавать свои вопросы. Если они у вас есть, уважаемые радиослушатели, пишите. Номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Наш сегодняшний гость с подтвержденным коронавирусом согласился дать интервью нашей радиостанции. И сейчас он в прямом эфире. Поэтому вы можете спросить его, если вас что-то волнует. Нам вопросы в Facebook на странице у Вадима Родионова поступают. Вы можете там задавать вопросы. И если вас что-то действительно интересует, вы хотите как-то поучаствовать. Ещё раз напомню, телефоны 6.7212.93.9 и 6.7213.93.9. То есть, если говорить в целом, то вы сейчас замечаете, ну, как такую тенденцию к улучшению на протяжении вашего заболевания. То есть, вам становится лучше с каждым днём, можно так сказать, проанализировано. Даже, я бы сказал бы, улучшение пришло где-то на третий-четвёртый день. На четвёртый день у меня же практически не было симптомов. Температура спала. Перешение в горе прошло. Единственное, вот кашель, и я бы сказал бы, даже этот кашель у меня в спокойном состоянии, его нету. Он появляется тогда, когда я начинаю разговаривать. Поэтому, в общем, даже чувствую себя здоровым. Я удивился тогда, когда у меня повторный тест показал наличие вируса. Я был удивлён, потому что я чувствовал себя полностью здоровым. То есть, слабости вы не чувствуете такой, но слабости в организме просто? Нет, нет, слабости в организме нет. Наблюдая за тем, если вы наблюдаете, конечно, за тем, как Латвия борется с COVID-19, у нас хорошие показатели по сравнению с Эстонией и Литвой. И вот как оцениваете действия правительства и ответственных служб? Есть у вас мнение по этому поводу? Да, конечно же. Вот, как я уже говорил, что меры приняты правильные и абсолютно их поддерживают. Потому что вот и результаты показывают это. Потому что именно изоляция и соблюдение мер предосторожности, то есть дистанция, соблюдение дистанции, это уменьшает риск инфицирования. Это мы полностью поддерживаем. Более жёсткий карантин, на ваш взгляд, не стоит вводить в Латвию? Ну вот просто ваше субъективное мнение по этому поводу. Я надеюсь на сознательность граждан. То есть тех мер, которые есть, их достаточно. Если люди их будут соблюдать, то тогда всё будет хорошо. Ну, Латвийцы сознательны, как вы считаете? Сейчас соединяюсь. Да, слышите ли вы нас? Да. Что вы говорили? Считаете ли Латвийцев сознательными? Я надеюсь, да. Мне сложно судить, потому что я не вижу ситуации, что происходит. Потому что, по словам некоторых людей, говорят, что иногда маршрутки полные или автобусы полные. Кто-то говорит, что город пустой, кто-то говорит, что полный. Поэтому мне сложно судить. Я бы хотел на это всё посмотреть и оценить. Но я надеюсь, что жители Латвии сознательны. Вы уже решили, что сделаете первым делом, когда выйдете из режима полной изоляции? У вас есть план какой-нибудь? Да, конечно. Пойду домой, к семье. Пойдём погуляем к морю. Наверное, так. У нас вопрос от нашего слушателя. Ватсап он нам написал. Ну, про лечение вы уже сказали. Но спрашивает он ещё, государство это оплачивает или за свой счёт? И тест бесплатный был или вам пришлось за него заплатить? Да, слышите ли вы нас? Видимо, у нас пропал сигнал. А, нет. Да, вы вернулись. Если человек приехал за границей и у него есть симптомы заболевания, надо звонить на телефон 8303, и тогда назначают тест. Если симптомов нет, то надо находиться на самоизоляции. На тот момент, когда я приехал, это было две недели. Но, насколько я понимаю, сейчас, наверное, это три недели. Но я могу ошибаться. И по окончанию вот этого срока нужно сделать контрольный анализ. Эти все тесты бесплатные. Бесплатные, насколько я понимаю, это если человек по собственному желанию хочет сделать. Ну, если даже бы не подтвердился COVID-19, всё равно бы за это платить не надо было бы, если есть симптомы, и человек вернулся из-за рубежа. Нет, платить не надо было бы. То есть вы непосредственно звонили на этот номер 8303, о котором вы сейчас сказали. И так, там узнавали всю необходимую информацию. Да, я когда приехал, то есть я только пересек границу Атвии, сел на автобус. И ещё с автобуса я позвонил уточнить, что мне делать. То есть сдавать, не сдавать тест. Ну, понятно, что соблюдать карантин, это мне было известно. Но насчёт тестов я уточнил. Так как на тот момент у меня ещё симптомов не было, поэтому я понял, что я пойду в квартиру. Но на следующий день появились симптомы. Ну что ж, спасибо, да. Спасибо вам, что вы нашли время, вышли в эфир нашей программы. Мы желаем вам скорейшего выздоровления и будем с вами на связи. Спасибо вам. Спасибо вам. Здоровья всем. Всего доброго. И до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok